вот опять я сегодня речь пойдет о главном как всегда о деньгах недавно посмотрел фильм конечно с опозданием но все таки расскажу об этом вот вкратце фильм называется конечно операция валькирия многие смотрели многие не смотрели но операцию про эти многие слышали про нее даже в нашем фильме освобождение показали как он пытались воровать гитлера у американцев там свою версию выдвинули но я конечно не об этом и о том то фильм сам по себе мне так как сказать не понравился ну не буду говорить там плохо о том крузе скажу лишь об одном навело меня конечно это хорошую мысль фильм бы навел меня хорошую мысль то фильм хороший не понравилось не то что понравилось как раз идет сейчас незаконная революция на украине и заметил много схожего мысли у меня была такая что странно все было это какая-то часть немецких офицеров вдруг захотели договориться с американцами убить гитлера в самом конце войны по сути дела о чем это говорит либо они чего-то боялись либо и подставили было есть таки бывают такие технологии что трудный момент там правители начинают устраивать заговоры теорию заговоров не буду сейчас выдвигать кто-то их завел вот эта группа объединилась и резко их там перестреляли проще сказать вполне возможно но ни до каких доказательств это чисто мои догадки доказывать я этого не буду ну на украине в принципе было то же самое только без перестрелок ну там одного-двух убили заморочки ну в общем короче этих бандерасов поставили даже не буду объяснять технологии это очень долго да и многие не поймут да и никому это не интересно был заказ пошла революция кто заказал путин или обама пускай это разбирается политикой я продолжаю эту тему потому что вот в этом же фильме заметил еще интересную вещь ведь висит карта ну не такая там с пирамидками карта третьего рейха крупными вот она красными там все все страны захватены немцами самое что интересно где-то в центре карты маленькое такое розовое пятнышко ну это понятно это швейцария так вот почему это никто не говорит почему немцы не захватили швейцарии швейцарии все вот рассказывали вот немцы оккупанты все захватывали на россию напали там францию взяли ну вариантов куча но какая-то маленькая страна че там такое ну зайди в нее там границы то нет часы швейцарские выпускают банки почему гитлер не захватывал швейцарию вот она под носом зайди возьми там никаких боевых действий не надо было можно взять без единого выстрела но я уже сказал карта третьего рейха и это швейцария не занята в самом центре а все почему есть спецлитература открываем мемория разведчиков разных не выясняется что граби все награбленное немцы везли швейцарию это как бы был мировой общак вот взять и европа америка разделительные страны на пирамидки вот швейцария она как бы общак всех этих денег гитлер никак не мог его взять потому что они немцы вкладывали деньги туда даже вот как валькирии якобы они захотели переворот но этот просто надо было американцам передать деньги деньги денег там ну у кого-то есть кого-то счета открыты все ну чтобы жить и остаться я такими я просто проще говорю за деньги пожалуйста перевел там в швейцарском банке с немецкого счета на американский все ты свободен я спрятали все ну вспомнилась сразу книжка кристофера крейтона английского разведчика где написывают операцию которая называлась джемс бонд конечно все названия знают но что это такое ну ян флеминг спроси любого человека там да джемс бонд фильм это все ян флеминг там писатель там обалденный пишет писал книги но откуда это все взялось вот я когда прочитал книгу по догадкам по идее там все складывается все непонятки второй мировой войны оказывается черчилль послал мортона пресс-секретаря в швейцарию прошу шаг как разведка где денежки немецкие там бы описывается скала ну не банка просто скала там где-то маскирован вход вот он зашел там здоровенный коридор скале за всей европы награблена там ну это не сокровища фараона там круче ящики золотом музейные экспонаты все серебро что угодно ну там кто-то ему сунул бумажку в карман получатель всего этого партийный билет такой-то ну естественно английская разведка партийный билет проверила это на маркетине бормане и тут же собирается группа ну никто не знает там этих парней там крейтин и мы еще тогда в сорок пятом уже было 20 лет пять лет он уже воевал спецназ ну и так эти денежки то украсть так проще если сказать ну америкосы тут подвязались нам тоже денежки нужны других людей ну а руководил всей этой операцией ян флеймин ну а нам просто там где-то взяла книжка какая-то как назвать операцию ну этих там валькирия была а этот раз он название что Джеймс Бонс все и вот группа с америкосов янгличан 1 мая где-то там 31 апреля пробирается через Берлин ну читать конечно там мрак как они шли через жопы там гидейские эти лучше не читать конечно слабонервным но я прочитал добрались до канцелярии все взяли двойника бормана там с канады где-то нашли там евреи там выводили борман ушел с ними перешли с российскую ну не российскую советскую территорию посмотрели как наши рейхстаг берут племен посмотрел на тот момент ему 36 лет было все ребята я пошел по другим делам и в одиночку шел по Берлину где идет война ну так читаешь для людей это было нормальное явление и группа спецназовцев тащит бормана двойника там случайно убили все таки подкинулись документами все вроде бы он убит эти добрались до американской территории где уже войска американские в российской форме в советской кого-то там убивали кого-то голыми руками там спецы были капитальные ну и этого бормана увели короче говоря борман потом переписал денежки на американцев на англичан да забыл сказать это главное это подумать швейцарцы то почему может ему сказали деньги то не получим будет суд разделите на СССР на Францию на Англию на Америку ну вот четыре основные государства которые бывали ну естественно вот англичане то не захотели делиться ну жилье мошенники же это Черчилль это все же знали это все вообще такой это прохиндея был но вот так вот таким путем денежки то и прибрали официального этого никто никогда не рассказывает это вот ну случайно мне книжка попалась где-то я шел там на улице продавали в те времена в начале девяностых на каждом углу книжки там загадка бормана я ее покупаю что к чему почитал вот все непонятки начинают всплывать оказывается борман умер в восемьдесят девятом году в Англии под чужим именем все предатели но самое интересное еще мне понравилось то что племен как рассчитывался с этой группой официально денежки не переведешь даже разведка идет по деньгам куда ушли денежки из кассы там немцы тоже работают наши тоже счета все что за группа никто не знает ну сам Крейтон пишет я официально там был предатель но англичане не трогают знают что они все влюет там мошенники раз не трогают свои значит так тоже никто не все молчат никто ничего не знает как бы ну мы не знаем я не я корова не моя все племенк садится пишет книжку ну он по образованию был журналист писатель ну это в общем дело было просто он написал книжку сочинил всякую хрень там Джеймс Бонд сделал это же название ну кто что знает вперед на подставную фирму где издательство книжка выходит ему бамс гонорар тут же еще книжка не расположена никто ее не знает ему гонорар 20 тысяч фунтов он раздает эти деньги всем кто участвовал в этой группе английским разведчикам и все вроде шито крыто ну потом конечно он ушел на пенсию что делать книжка стала бестселлер он все ее покупает он давай писать продолжение ну на пенсии то надо чем то заниматься и пошла бандиада так сказать если выразиться попроще вот так вот мы получили всем известного Джеймса Бонда а вот после этой книжки начинают влезть в голову дурные мысли если наши взяли рейхстаг там начали делешь денег которых уже нету что остается ну хапнули там что успели нам ну Сталин конечно посмотрел на это дело рейхстаг взяли деньги просрали вот сразу возникает мысль почему он не носил вторую звезду героя ну герой стран всегда носил а за войну он не одевал и даже от второго ордена победы отказался а все почему а потому что войну выиграли ну все рады все счастливы а девушки в Америку и Америка ученые потом гадают почему такой подъем экономический откуда что почему западная ФРГ живет лучше чем ГДР все потому что вот эти денежки ворованные и все восстанавливались ну а наши официально то ведь не скажешь что деньги просрали вот так вот ими в полном дерьме мы жили до перестройки вот это к тому что ну люблю про разведку читать иногда читаете мемуары вот так пособие по лохотрону люди книжки читают там для того для сего я читаю вот ну пособие по лохотрону как дурачат как деньги зарабатываются вот схему этого условия и вот раскладываешь начинать по этой схеме все все непорядки сразу всплывают любой период бери хоть фараонов хоть Египет хоть Грецию раскладывать и все понятно так что потом как-нибудь еще чем интересное расскажу что то c'est вот такой вот такой вот такой вот такой вот здесь вот это вот